Доскональный и посекундный разбор действий водителя. Нижнекамский городской суд начал рассматривать дело в отношении водителя «Газели», который в ноябре минувшего года столкнулся с «Жигулями» шестой модели. Водитель и пассажиры легковушки позже от полученных травм скончались в больнице. Айрат Назипов услышал, почему водитель «Газели» не смог избежать столкновения. В ноябре прошлого года этот молодой человек попал в ДТП недалеко от села Шереметьевка. На «Газели» врезался в шестерку. И водитель, и пассажир легковушки скончались. Теперь он на скамье подсудимых. Нарушение агентом 1.4.9.1 право дорожного движения. Рассажир совершил неоправданные маневры выезда на сторону проезжей части предназначенного встречного движения. Водитель «Газели» виновен в том, что произошло, себя не считает. По его словам, «Жигули» шестой модели на высокой скорости двигалась по встречной полосе, прямо ему в лоб. Говорит, несколько раз посигналил. Однако легковушка на свою полосу не вернулась. Времени на раздумья не оставалось. Вот он включил поворотник. Я думал, в поворот сейчас едет. Нет, он проехал его. А там уже ближе ко мне пробежаясь, я начал моргать, и он сигналит дома. В чем? Ну, прямо для меня же летит. Тогда, как рассказал мужчина, он включил поворотник. Думал, что «Жигули» замедляет ход, а он успеет проскочить. Но легковушка резко свернула в ту же сторону, куда поехал и он. Произошло столкновение. Очевидец аварии, который также ехал по трассе, рассказал, что водитель «Газели» пытался уйти от столкновения. Но предугадать действия водителя «Жигули» было сложно. Потом вышел, как бы, видел то, что люди сидят в машине, от него перегармутся, на шкурсильный фон. После этого врачи еще приехали, тоже сказали, что они пьяные. Епл, потом уехал. Пострадавших водителей и пассажиры «Шестерки» госпитализировали с многочисленными травмами. Ну, я позвонила в францию, мы поехали отвозить вещи, приехали прямо в покое. Нам сказали, что его перевели в реанимацию. Пошли туда, там, пока уже он, оказывается, скончался. Родные погибшего мужчину просили не лишать водителя «Газели» свободы. Рассмотрение этого дела перенесли, чтобы пригласить в суд и выслушать версию инспектора ГИБДД, который выезжал на место аварии. Айрат Назипа, Светлана Шумкова, Фахра Исламов. Вызов 112.